МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. За державу обидно. Наши авторы проверили народную информацию о том, что вокруг памятника героям 19-го года в Рязанском Кремле неприглядная обстановка. Уходите красиво! В Рязани открыт центр для нелегальных мигрантов, подлежащих депортации. Многодетная мать погибла под колесами джипа. Подробности вчерашней автоаварии в Гороще. А теперь обо всем подробнее. Вчера в Рязани, в Гороще, в остановке школа, внедорожник насмерть сбил женщину с ребенком. Трагедия еще и в том, что под колеса попала 35-летняя многодетная мама. Вместе с 12-летним сыном она торопилась забрать из музыкальной школы дочку. Без матери и брата осталось еще шестеро ребят. Самому младшему 5 лет. Счастливая, любящая, полная семья. Какое горе свалилось на плечи отца и детей, невозможно представить. С подробностями Глеб Галушкин. Трагедия произошла на улице Черновицкой, недалеко от регулируемого пешеходного перехода, напротив остановка школа в Гороще. Вот запись с камеры видеорегистратора автомобиля, который ехал следом за машиной участника ДТП. На этих кадрах видно, как внедорожник объезжает остановившийся на перекрестке автомобиль и буквально через несколько метров после светофора совершает наезд на пешеходов. В результате женщина и ребенок погибли на месте происшествия. Мать с ребенком переходила дорогу в неположенном месте. Как раз мужчина не успел вовремя затормозить и совершил на них наезд. В результате наезда женщина и ребенок погибли до приезда скорой медицинской помощи. Добавим, что сотрудники Минсоцразвития подтвердили нам в телефонном разговоре, что помощь семье, оставшейся без мамы, будет обязательно наказана. Отцу лишь надо написать соответствующее заявление. Вечером многие автодороги в Рязани становятся просто опасными. Водители стараются рассмотреть ямы на плохо освещенных трассах. Тут уж не до людей, как бы родную дорогую машину не повредить. Пешеходы, в свою очередь, ныряют в темноту дорог, как в воду, не обращая внимания на переходы. И что сказать людям, как водителям, так и пешеходам, для которых банальное «будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения» давно стало надоевшей пустой никчемной фразой. Платить очень дорого приходится. Очень дорого. Впрочем, вечером не только дороги становятся зоной повышенной тревоги. На улице, в переулке и парке, где освещение послабее, выходит практически в прямом смысле слова «темные личности». Объектами криминального внимания становятся пожилые люди, одинокие прохожие, а чаще всего подростки. Да и сами молодые агрессивные горожане, сбившись в стаи, становятся очень опасны. Четыре года назад в Рязанской области был введен так называемый «комендантский час» для подростков. Соответствующий закон был подписан губернатором Олегом Ковалевым 30 сентября 2009 года. Напомним, комендантский час для детей до 18 лет установлен у нас в период с 1 октября по 30 апреля с 22 часов до 6 часов утра следующих суток, а с 1 мая по 30 сентября с 23 часов до 6 утра. Полицейские периодически проводят рейды, проверяя, что там поделывают вечерами во дворах молодежь на этих своих лавочках и беседках, да и просто на улицах. Частенько выясняется, что дети поделывают. В темноте почти все то же, что и взрослые. Согласно условиям введенного комендантского часа, в это время года подростки, не достигшие совершеннолетия, должны быть дома не позже 10 часов вечера. Но каждый рейд показывает, такие меры воспитания и безопасности подходят не всем. Чем темнее переулок, тем дружнее компания. Нами было задержан 61 подросток, нарушающий общественный порядок. Также было выявлено 6 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Хочется предупредить тех продавцов, которые продают подросткам алкогольную продукцию, что в случае повторного нарушения они будут привлечены уже к уголовной ответственности. Наверное, в 15-17 лет, да еще в каникулы, трудно усидеть дома. Но с каких пор родителям стало все равно, как отдыхают их дети? Вместо той же гитары в руках бутылки и сигареты, вместо культурного общения часто ненормативная лексика. А потом жалуемся, откуда берутся хулиганы. Сами воспитываем. Сегодня наши авторы проверили народную информацию о неприглядном состоянии места, где находится недавно открытый в Рязани памятник участникам войны 19-го года. Сам монумент, который расположен на территории Рязанского Кремля, и представительный, и солидный. А вот вокруг него что-то не все ладно. Инспектировала памятник Оксана Тебенихина. Выяснилось, что вокруг самого памятника творится такой беспорядок, что не то, что подходить к нему. Смотреть в его сторону неприятно. Впрочем, сами видите. Как-то трудно здесь будет во время предполагаемых экскурсий говорить о подвигах предков и нашей благодарной памяти о них. Разноцветные граффити на неприглядных стенах старого здания, обвалившийся от тонны мусора забор и слова Сергея Есенина о родине, написанной мрачной черной краской. И этот беспорядок наблюдают как сами рязанцы, так и гости города, приехавшие на экскурсию, полюбоваться кремлевскими красотами. А, допустим, придут школьники почтить память павших при Бородино. Разве учителя они будут слушать? Отнюдь. Картинки граффити гораздо ярче. И не отвернется ли стыдливо турист, увидев монументы в обрамлении кучи мусора и хлама. Не хочется прослыть и ванами, не помнящими родства. Ой, как не хочется. Потому и ставим памятники. Потому и чтим воинов прошлого, их подвиги и заслуги. Но не так же все это надо делать. Не спустя рукава и не на уровне, а вось так сойдет. Что-то с нами не так. Что-то не то мы делаем. Не так живем. Не так относимся к великому прошлому. И от этого очень горько становится. Возможно, благоустройство вокруг памятника героям легендарных битв с Наполеоном еще впереди. Однако поторопиться бы не мешало. Все же Кремль – это место, где туристы в первую очередь бывают. К другим темам сегодня стали известны подробности попытки ограбления магазина в Рыбновском Константинове. Осквернить нехорошим делом родину Сергея Есенина вознамерились двое жителей Московской области и их подельник Лепчанин. Но на пути злодеев стали доблестные рязанские полицейские. Несмотря на яростное сопротивление взломщиков, стражам порядка удалось скрутить их. Пришлось даже стрелять из табельного Макарова. Продолжает Глеб Галушкин. Попытка ограбления магазина в селе Константиново произошла на прошлой неделе. На вызов выехал наряд в составе старшин полиции Виталия Максимова и Олега Пашкова. На месте они обнаружили приоткрытую дверь подсобки, а внутри троих людей. Злоумышленники попытались силой вырваться на свободу, но полицейские были на чеку и крепко придерживали дверь. Тогда преступники устремились к другой входной двери магазина. Преступники поняли, что оказались в западне и решили прорваться все у той же подсобки. Вот эта монтажка, которая у меня была в левой руке, я, чтобы отвлечь их внимание, прям мне, чтобы взять пистолет, достать пистолет. Вот, я эту монтажку бросаю в них, отвлекаю какие-то доли секунд их внимания. В этот момент я поворачиваюсь спиной к ним, когда они начинают по спине бить. Достал пистолет и начал стрелять. Первый выстрел я сделал в сторону, в сторону сарая сделал выстрел. А второй выстрел я сделал на поражение. После второго выстрела мне монтажку ударили по руке. Но пистолет я удержал в руке. Я перехватил в левую руку. И в этот момент Виталий перелазит через забор, и они начинают уходить в темноту. Подоспевший напарник задержал раненого в ногу преступника. Двух остальных задержали уже после введения плана перехват. Ранний судимый? По каким стадиям? 158-й. От российского кодекса, да? Да. От молдавского кодекса? 195-й. Что это такое? Кражи тоже. Что это такое? Я не знаю, я тебя спрошу. Не знаю, кражи там. Сколько это было в реальных сроках? 5 лет. По версии следствия, целью грабителей был установленный внутри магазина банкомат. По факту попытки хищения возбуждено уголовное дело. За применение насилия в отношении полицейского злоумышленнику грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Старшины полиции Олег Пашков и Виталий Максимов получили поощрение от начальства. На днях в Рязани открылся центр для нелегальных мигрантов. Они к нам тайком, а мы к ним, что называется, со всей душой. Даже центр отгрохали, пусть небольшой, но уютный. Осматривала помещение для нелегалов, подлежащих депортации, Олеся Харлина. Рязанский специализированный центр для мигрантов, подлежащих депортации и реадмиссии, практически достроен. В ведомство управления миграционной службы он поступит только с нового 2014 года. Это старые зимние фотографии, но даже по ним видно. Таких условий многие приезжие не могут себе позволить ни в гостях, ни на родине. Там у них кровати, находятся по 4,5 метра на одного человека. В каждой отдельной комнате, которая комната у них не камера содержания, не камерном содержании, а комнаты, находится душевая кабина, находится санузел. Поэтому условия у них лучше, чем даже в некоторых учреждениях УМВД. Предусмотрена и колючка, и охрана. Вот только назвать это своеобразной камерой язык не поворачивается. Вряд ли кому-то из постояльцев придет в голову жаловаться на условия. Окруженные многоэтажками и скромные по размерам постройки, возможно, скоро вместят еще на 30 человек больше за счет переноса административного здания. Но что такое 50 мест в сравнении с баснословной цифрой ежедневно пойманных нелегалов? Это все на сегодня. Хорошего всем вечера и до встречи завтра в эфире программы «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова